воды в реке еще очень много так что рыбачить пока рано а Субтитры сделал DimaTorzok Итак, всем привет! Сегодня 9 мая. Всех с наступившим праздником, с Днем Победы. Спасибо нашим дедам за то, что отстояли нашу родину. А я отправился сегодня прогуляться. Пошел небольшой поход. Ну, естественно, собрался недалеко, потому что времени особо нет. Но вот в тайгу немножко забрел. И вот если внизу там все еще такое достаточно серое, там снег сошел, видимо, недавно, то вот на пригорочках уже можно видеть зелень, можно видеть цветочки всякие. То есть уже, в принципе, становится очень и очень красиво. Даже вот здесь под ногами, грубо говоря, всякие у нас тут уже цветочки. И вот и ветреницы, которые, кстати, уже отцветают. Кандыки, наверное, уже тоже отошли. А хотя нет, вот ветреницы, целая семейка. Ну, в общем, как всегда, все красиво. Вот какие-то цветочки желтенькие. Только-только распускаются. В общем, тайга начинает оживать и, так сказать, наряжаться. В этот поход отправился просто прогуляться. Немножко пожечь костер, так сказать, опять немного бушкрафта. Но поскольку сегодня 9 мая и, я так понимаю, земля уже более-менее оттаяла, я решил сегодня высадить еще дубы. То есть те дубы, которые мне присылала Татьяна Гордеева желуди, как вы помните, зимой. Дубы эти у меня были посажены дома. И вот с сегодняшнего дня, с 9 мая, я начну их потихоньку высаживать в разных местах нашей тайги. То есть вот сегодня я взял с собой несколько штук, я их не посчитал, просто с собой взял в пакете. Набрал воды в реке, как вы видели, чтобы полить при посадке. Ну и, собственно говоря, сейчас отправлюсь, выберу местечко такое более-менее открытое, чтобы не прямо в тайге, а где-то либо на краю леса, либо на краю какой-то полянки высадить. Потому что, чтобы все-таки, я думаю, дубам нужно солнце. И просто в тайге посадить они у нас расти, наверное, не будут. Поэтому сейчас отправляюсь чуть-чуть подальше, там полянку знаю небольшую, и попробую на полянке их на краю высадить. Ну и покажу, собственно говоря, как это все будет. Кстати, зашел уже в тайгу, а еще не обработался рафтомидом. В качестве эксперимента, кстати, взял в этот раз другой рафтомид. Необычно, который я всегда беру, несколько лет брал подряд. Ну, так же называется, только три в одном, который еще и от мошек, от комаров. А это вот чисто от клещей взял на пробу. Ну, посмотрим, вроде его хвалят тоже. Просто того не было. Я зашел в магазин, а того три в одном не было. Поэтому думаю, ну что я буду по всем магазинам гонять. Куда я могу взять этот, который вроде бы тоже хвалит. Вон, смотрите, как белый цвет привлекает насекомых. На пакете сколько мушек. Прикольно. А на мне ни одной. Кстати, этот препарат какой-то вонючий капец. То есть тот, который три в одном, он как-то даже и пахнет приятно. Как будто, знаете, с ванилином, что ли, какой-то запах. А это чисто какой-то бытовой химии воняет. И ветер на меня дунул, пока я брызгал. Я чуть не задохнулся нафиг. Так что надо будет купить все-таки три в одном. Потому что он все-таки и от комаров помогает, и от мушек. Кстати, думал, кандыки уже отцвели. А нет еще. Есть. Вот они. Кандычок. Вот такой. Ну, тут, собственно говоря, они на полянке еще встречаются. Там дальше еще больше. Вот я, наверное, где-то на этой полянке сейчас и посажу дубы. Потому что дальше тайга идет сплошная. Там заросли, дебри. Есть еще одна полянка там наверху. А здесь больше, вот в радиусе, наверное, метров 300-500 больше полянок нет. А вот тут вот такая полянка. И здесь где-нибудь по краю я сейчас дубки и посажу. Кстати, я вообще должен сегодня работать. Но у меня просто напарник заболел очень сильно. И, в общем, он, так сказать, ушел на больничный. А в одного там, ну, на нашей работе работать не получится. Поэтому у меня такой получился незапланированный выходной. И, скорее всего, и завтра, и послезавтра. То есть будет ряд выходных. Хоть на природу можно будет выбраться. Хотя погода стоит в последнее время такая, что, честно говоря, не очень-то и охота куда-то выбираться. Ветра стоят жуткие. Особенно на рыбалку не охота. По 12-15 метров. МЧС тут предупреждал и 27-30 метров в секунду ветер. То есть ветра, ветра. Сейчас на остановке стоял на автобус. Вот сюда, чтобы поехать. В городе. И, ну, буквально минут 10-15 шел снег. То есть погода вообще непредсказуемая. О, нашел, смотрите, что. Колба. Вот она. Колба. Вот еще. Вон еще растет ее. Ну, вот колбы еще маленько до дому наберу. Хотя здесь она такая, конечно, яленькая. Если пойти туда дальше, в сторону. Томи завода. Там колба, конечно, красивая. Мощная. А здесь она, во-первых, редко встречается. Вот, кстати, насчет редко. Вот полянка целая, смотрите. Вот она начинается от маленькой. И пошла, 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 пошла. Вон она, колба. Пробивается. Маленькая, тоненькая, хиленькая. Здесь ее очень немного. А вот он, первый гость. Во всяком случае, из тех, которые я заметил. Вот он, гад. Крадется. Так что клещи не спят. Вот, кстати, по обработанной одежде. Все равно лезет. Что-то я начинаю опасаться. Как эта штука вообще работает. Ну-ка, сейчас мы проверим, кстати. Где тут у меня брызгалка. Что будет с клещом? О, а он упал. Я пока за брызгалкой лазил. Он отвалился. Вот так вот. Ну, то есть брызгалка работает, да? Получается. То есть раз клещ отвалился, значит, брызгалка работает. Естественно, лопаты с собой нет, поэтому копаю ямки топором. Глубокие, в принципе, не надо. Корни не такие глубокие у дуба пока. То есть мне как раз вот небольшие ямки как раз пойдут. Зато лопату с собой тащить не надо. Вот так вот. Так, вот вода из речки. Вот саженцы. Кстати, саженцы всякой разной длины. Какие-то получились более-менее ростом выросли. Какие-то вот, кто первый взошел, те вообще вон хорошие такие дубки длинные. Ну, а поскольку они тесно росли, то есть, соответственно, эти им мешали. длинные мешали. И эти получились такие коротенькие. В общем, сегодня буду сейчас высаживать и будем надеяться, что они не замерзнут и приживутся. Ну, вот он, первый высаженный дубок. Один большой вот и один рядом с ним будет маленький. Решил по два высаживать. Вот так, чуть побольше и совсем маленький. То есть, чтобы все равно просто маленький высаживать, как-то я что-то боюсь, выживут, не выживут. А так, ну, если какой-то выживет, то будет очень и очень хорошо. Итак, можно сказать, начало дубового леса в Сибирской тайге. Посмотрим, что из этого получится. Ну, в общем, все. План по озеленению на сегодня выполнил. Посадил я, короче, ну, не дубов, дубов-то больше получилось. В общем, 12 ямок каких-то по два дуба, каких-то штуки четыре по одному, но они такие крепенькие достаточно. И в одной аж четыре, не потому что они четыре там дохленькие, а они все четыре выросли с одного желудя, поэтому их там теперь четыре. Так что вот, ну, можно сказать, если так округлить, 12 дубов, в общем, все равно. То есть вот 12 штук я посадил сегодня и посадил здесь не случайно, здесь недалеко от города, в принципе, но люди здесь, как мне кажется, не очень часто ходят. А поскольку здесь я довольно часто бываю, то это будет, так сказать, контрольная группа. То есть по ним можно смотреть, как они остальные будут расти, приживутся, не приживутся. В принципе, земля очень сырая, так что я думаю, с учетом того, что я их еще полил, все должно быть великолепно. Единственное у меня опасение, ну, они как бы изначально были, что буквально через там 2-3 недели наша трава поднимется, которая выше меня ростом. Ну, и, соответственно, в такой траве смогут они, нет, выжить. Вот это вопрос, конечно. Ну, будем смотреть, что получится, будем надеяться, что они их пересили. Тем более, они росли уже достаточно долго, они, считай, после Нового... ну, где-то в Новый год они уже выросли. Вот они 5 месяцев у меня дома росли. Так что я думаю, они должны тронуться еще раз в рост, повторно. И как бы за год 2 года получится. Ну, это я так думаю, а как будет на самом деле, мы посмотрим. Вообще, представляю, прикольно так будет. Идешь, идешь по тайге, раз, хопа, дуб растет. Идешь так маленько, дальше прошел, хоп, еще один растет. Еще чуть прошел, хопа, и третий растет. Прямо как в настоящем лесу, так сказать, средней полосы России. Посмотрим, что из этого получится. Понятное дело, что это авантюра, конечно, но а вдруг, а вдруг получится. Кстати, пока тут дубы садил, вспомнил, что у меня абсолютно нет с собой фольги. То есть, я-то собирался, сейчас, думаю, дубки посажу и пойду картошечку в фольге на костре запеку. А фольгу я дома забыл. А вспомнил про это только сейчас. Вот даже, не знаю, наверное, придется по старинке просто в зале картошку запекать. Сейчас местечко найду более-менее симпатичное. Кстати, еще забыл перчатки тоже, руки все из возюков. Сейчас еще надо спуститься до речки, отмыть руки, хоть как-то отмыть. Потому что здесь у нас земля в основном глина. Ой, птички распелись, синички. Слышите? Вообще здорово. Ладно, иду искать место для костра. Более-менее такое симпатичное, чтобы даже не в симпатичности сидела. Главное, чтобы дрова были рядом. Ну и там буду уже что-то придумывать. Попалась неплохая такая колба более-менее толстенькая. Решил маленько срезать. вот такая красавица. кстати, она вон уже свести собирается. Углубился немножко в тайгу, ну буквально здесь метров может быть сто-двести. И вот смотрите к вопросу о дровах. То есть какие могут быть проблемы с дровами в тайге? А, собственно говоря, никаких. Если так вот посмотреть, тут вообще кругом дрова. Куда не плюнь. так что в тайге с дровами вообще все шикарно. Особенно когда вот такая елка лежит метров двадцать с лишним длиной. тут вообще хоть ее саму пили. А, это она еще не целая. Это ее только частичка, потому что сама та елка вот она стоит обломанная. Но я против солнца снимаю, конечно, сейчас не очень будет видно. Но в целом понятно, что в тайге с дровами проблем абсолютно никаких нет. И это не то, что какой-то я участок выбрал. Вот просто посмотрите вот дальше вокруг вот это вот все. То есть все прекрасно видно. Такая это организм, который сам себя кормит. и все здесь происходит по своим законам природы. Вот так вот. Одни деревья умирают, другие вырастают живут. Жизнь одним словом. А вот кстати еще снег лежит. Все будет видно. Вот здесь под елочкой сохранился. Вот я сейчас в нем топорик и помою. потому что топор у меня после посадок выглядит вот так. Весь в глине. Попробую его снегу отмыть. В общем решил я здесь расположиться. Далеко никуда не бегать. Есть бревнышко на котором можно посидеть. За дровами ходить никуда не надо. Достаточно грубо говоря руку протянуть. Ну и вот эта часть как бы такой пригорок здесь и деревья так плотно стоят. Все таки защищает как-то от ветра. Потому что ветер очень сильный. Здесь внизу не так видно. А вот по деревьям может быть будет видно. Даже вот эти елки здоровые. То есть там ветер вверху очень такой нормальный. А здесь пригорок защищает. Эти деревья плотные. Тоже вот елка елка. так что я здесь наверное остановлюсь. Здесь сейчас разведу костерчик. Разгребу земельку. Дрова вот они кругом и будем что-нибудь готовить. твое 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 так с вами я на сегодня вроде бы как разобрался вот береста нашел там березку поваленную он там не видно на камеру вот тут лежит березка вот она вот я ее там и раздел то есть немножко бересты набрал как немножко даже можно сказать с размахом так дрова где-то нарубил где-то наломал как сами понимаете что валялась то и пригодилась на растопку сегодня будет такая фиговина это такой нарост многолетний на на еле я так понимаю нет на пехтушке на пехтушке был на поваленный вот на этой и вот он должен очень-очень хорошо гореть но посмотрим обычно такие наросты они очень смоленистые потому что очень много здесь почек веточек и тому подобного и они очень хорошо разгораются ступим к розжигу хотя с таким количеством бересты конечно трудно поспорить костерок я заболел вот перчаточку кстати нашел в рюкзаке одну поздновато конечно но лучше поздно чем никогда я костер пылает и горит почему очень хорошо пылает вот так посмотреть прям пионерский костер сегодня такой забахал не только потому что чай надо скипятить но еще ведь надо мне и картошку конечно пожарить пусть я фольгу и забыл но залу никто не отменял ну и плюс к тому у меня с собой сегодня еще мясо и я хотел еще пожарить мясо пока не знаю как может быть может быть просто шашлычок какой-то сделать ну как то в общем так решил пока чай закипает и костер там угли нагорают сделать пока палочки для шашлыка обычно шампуры стараюсь делать из березы либо из черемухи но у нас в изобилии это все растет поэтому проблем нет тут вот рябиновая палочка осталось я одна под котелок опору срубал и осталась рябина думаю что я буду еще деревья портить делаю-ка я из рябины на пробу я еще хотел сделать плоскую немного чтобы мясо не проворачивалась попробуем хорош я думаю кстати некоторые делают палочки плоскими с обоих сторон я делаю только с одной тогда она остается упругая а если сделать с обоих сторон она начинает такая гибкая становиться попала так что касается мяса мясо у меня сегодня курятина ничего сверх естественного как обычно я готовлю то есть просто соль перец и лучок все больше никаких приправ я не добавляю естественно это дело вкуса каждого но у меня вот у меня такой вкус так что будем делать шашлычок из курятины почти собственном соку мясо сегодня я взял курятину я уже говорил по моему и по какой-то причине а просто по причине того что было было что-то другое взял что-то бы другое не в принципе в этом плане все равно сами знаете на костре хоть 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 ежика приготовь все равно будет вкусно так части пил надо заварочки посыпать маленечко побурлит 3 секунды и убираем наверняка многие знают как картошку углях делать вот так наверное делают немногие чем кто знает тот знает кто не знает такой способ разгребаем костер немножко землю взрыхляем закидываем закидываем картошку и уже земелькой так вот присыпаем чуть-чуть сверху естественно все это углями костер возвращаем на место и вот так готовим при таком способе она должна минимум пригореть ну и при этом она должна очень равномерно пропечься естественно это будет чуть дольше если бы она просто в углях но зато картошка практически как фольги получается так все шашлычок уже положил на углях понимаю конечно что елка не самое лучшее средство для приготовления шашлыка ну как говорится чем богатый не рубить же мне специально березу чтобы шашлыка поесть я думаю курица сейчас быстренько быстренько приготовиться процесс идет мяско уже поджаривается выглядит уже совсем аппетитно еще немного и шашлычок будет готов так шашлычок уже на подходе скоро буду снимать и обедать а пока я хотел обратиться к своим зрителям подписчикам с таким вопросом многие на каналах снимают видео где отвечают на вопросы своих подписчиков вот у меня тоже накопились такие вопросы которые очень часто встречаются в комментариях но требует не ответа не одним там двумя словами а более развернутых ответов и каждый раз это писать как бы и мне нет смысла то есть это уже просто надоело ну и вам тоже читать такие длинные комментарии тоже наверно будет неинтересно вот и поэтому у меня появилась идея то есть многие так я видел делают то есть когда снимается специальный ролик ответ на ответы на вопросы подписчиков то есть просто там допустим у костра посидеть и ответить на все вопросы то есть я их записываю себе в блокнотик поэтому если такое видео будет кому-то нужно интересно вы пожалуйста как-то обозначить то есть там где-то может быть под этим роликом в комментариях выскажитесь либо в группе в моей контакте чтобы как максимально ответить на большее количество вопросов если это вообще нужно ну вот по вашим комментариям буду судить нужно это снимать или не нужно вот такой у меня сегодня будет скромный ужин бушкрафтера шашлычок даже пара огурчики колба чай еще картошечка поспевает но она еще не поджарилась чуть попозже и и достану но пока наверное давайте все таки прощаться потому что время уже к семи часам доходит мне скоро бежать на автобус поэтому картошку я скорее всего буду доедать уже дома сейчас перекушу поэтому мне приятного аппетита всем кто сейчас за столом тоже приятного аппетита еще раз всех поздравляю с праздником с днем победы мирного неба над головой ну и все до свидания всем пока всем удачи вот вышел к мосту мост немножко обновили я были провалы за зиму воды действительно очень и очень много еще наверное неделька другая только тогда можно будет пробовать рыбачить все подхожу деревне вот тут у нас трубы делают а теперь точно всем пока из окончания по всем праздникам все подхожу aún Продолжение следует...